Приветствуем, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы Можно ли венчаться, если родители против? Младитвой родителей созидают домы Неприязнь родителей их Несочувствие браку А еще хуже, быть может, какое-нибудь отчуждение Или проклятие Вслед неблагодарным и непослушным детям направляемое Вероятно, служит к противоположным результатам Не утверждают домы, а разоряют домы Поэтому, конечно, родительское благословение Единство со своими оставляемыми родителями Оставит человека отца своего и матери Прилепится к жене своей И будут два вплоть едину Оставляемые родители, тем не менее, должны быть Оставляемы с благословением С сохранением союза любви И хоть теперь Основная прилепленность Мужа будет к жене, а не к родителям своим И жены к мужу Но, тем не менее, попечение о родителях стареющих Которые тебя вывели к этому свету самостоятельной жизни Остается непреложным законом Божьим Чти отца твоего и матерь твою Да благо тебе будет, да долголетен будешь и на земли И брак твой, да будет долголетен И семья твоя, да будет благоденственно Молитвами и благословением родителей В добавок или в союзе с благословением Божьим Которые постигают неспешно Всяких благовейно принимающих благодать венчания А вот как быть, если родители против? Разные бывают родители Поэтому противление это бывает из разных источников Нередко ведь и добрые дела, совершаемые детьми Родители не благословляют, а проклинают Родители не раскаянные в своих грехах Родители не узнавшие Господа Не пожелавшие служить Ему И о таком проклятии говорит царь Давид Ти проклянут Господи, а Ты благословишь И они проклинают А Ты, как бы в ответ на их проклятие Несправедливая, благословляешь тех К кому обращается их проклятие Таким образом, не всякая родительская воля Бывает неизбежно необходима к исполнению И такое святое благочестивое дело, как венчание Создание семьи При невозможности быть окрыленной Родительской любовью и благословенным напутствием Вполне могут совершаться сами собой Все-таки супружество — это выбор И добрая воля, прежде всего, жениха и невесты И венчающего их священника Являющего им Божье благословение И соединяющего их в единый союз И телесный, и душевный, и духовный Именуемый Малой Церкви Потому родительское благословение Или его отсутствие Хоть и, конечно, отсутствие Могут восприниматься как существенная ущербность Или потеря Не радуется Господь о погибели нечестивого И родители вместо благословения Злословящей детей своих Конечно же, это не повод для радости А скорее для скорби Того, кто теряет таким образом Единство со своими родителями Со теми, кто являются нашими Самыми основными благодетелями Через которых Господь приводит нас Из небытия в бытие В жизнь, в этот чудный свет Теряя их как единомышленников Теряя их как пребывающих с нами В союзе любви, если мы Вопреки их воле совершаем Благословенное, доброе дело Создание своей собственной семьи Становится для нас непрестанным предметом Молитвенного воздыхания Покаяния нашего О том, что, быть может, не все мы сделали Для того, чтобы сохранить единство И просветить своих родителей Но, тем не менее, находясь и в этом Сердечном прошении О смягчении сердец родительских О прощении их Человек вправе действовать так Как призывает его Господь Как велит ему совесть И создание семьи Например, взамен неосвещенного сожительства Родители не против того, чтобы пара Жила вместе Но против брака Против финчания Он тебе не пара Так для необязательных отношений Сойдет А вот как Глава семьи твоей, милой доченькой Не подходит Это, конечно же, заблуждение Тогда, когда Сами молодые Не желая Продолжать жизнь Во грехе Имеют полную решимость Осветить свой союз Вопрос в том Можно ли это делать Тайно Когда нет Общих гонений В масштабах Страны Конечно же Теряет смысл Эта тайность Потому что Все-таки христианская жизнь Она имеет свои Конкретные проявления И посещение храма Регулярное Еженедельное И молитва И наличие дома Определенных Святынь И икон Так что Тайком Обвенчаться И делать вид Что вы не живете По-христиански Более чем странно Так что Приходится решаться Тогда уже И на соответствующие Быть может Знаки неприязни Родственников Которые Не одобряя Наш союз Не одобряют И Все то Что связано С образом жизни Благочестивым Который Как раз И Являлся Целью Вашего Освящения Союза Так что Думается Приуготовившись К терпению Некоторых скорбей Укаризн В том числе Со стороны ближних И молясь О них Чтоб смягчились Их сердца Я думаю Что есть надежда Дождаться И светлых лет Когда Первоначальное Ожесточение Родительское От Благочестивого Вашего выбора Все таки Сменится И примирением И Раскаянием И Возвращением Той Любви Того единства Которое Быть может Претерпело Разорение Из-за Вот этих Из-за этих Обстоятельств Связанных С Нежелательным Для них Но желательным Для вас Благословенным Супружеством Так что Молиться Всяко надо О сохранении Единства Но там Где оно Под угрозой Все таки Лучше следовать Зову Христианской Совести Узаконивать Освещать свой Союз Жить по-христиански С надеждой На то Что И для родителей Этот Некоторый Подвиг Это решимость Идти Все таки В любви Своей И В семье Своей Путем Христовым Все таки Со временем Возымеют И над ними Некоторые Влияния Добрые И вернут Их Расположение К вам К вашему Семейству И опять Во Христе Обретется Ваше доброе Единство Внеси свой Вклад Оцени Подпишись И поделись Этим Видео Редактор субтитров Редактор субтитров